Приветствую всех, меня зовут Михаил Салаев. Сегодня моя задача сделать так, чтобы вы ушли с конференции с четким пониманием, как вы можете использовать видеоролики и YouTube для продвижения тех компаний, с кем вы работаете, как специалисты, или у нас есть руководители, как продвигать свой бизнес. Моя задача рассказать про 8 стратегий, как инструментов, и привести примеры по одному-два в каждом. И это будет больше теория с примерами, потому что мне нужно пробежаться по всем возможным вариантам, чтобы у вас в голове, когда я рассказываю о ком-то чек-листе действий, возникали ассоциации, как вы можете это применить для продвижения компаний. И сразу говорю, что практически кейсы, если я стараюсь рассказывать о новых, вы можете сейчас набрать на мобильнике 1423.ru, это будет на всех слайдах, наверху справа, по этой ссылке оставить e-mail, вы получите с прошлой конференции видеозапись, вы получите полезный файл для настройки видеорекламы в Google Ads, и также презентацию сегодняшнюю. Мы презентации делаем всегда очень подробными, с большим количеством текста, как делать не надо. Но мы просто рассчитываем, что вы можете к ней вернуться и данные чек-листы рассмотреть подробно, перейти по ссылкам и посмотреть. Азот рассказал про историю, поэтому я немножечко коротко о своей истории. Я вышел из кинематографа, я учился на кинооператора, закончил университет в ГИКа кино с красным дипломом, снимал кино, короткие метры, документальные, игровые. Где-то в конце в ГИКа понял, что стал думать, как использовать видео для того, чтобы достигать своих целей. Проекты любые, бизнес. Стал изучать маркетинг, СММ, Ютуб, на конференции ходить. Мы стали объединяться с ребятами, и у нас такое переросло кино, видео в кино плюс маркетинг. Ну, естественно, что мы стали учиться делать такие видеоролики, которые были бы конверсионные и больше рекламного характера. Начну нестандартно, где Ютуб точно не нужен. Недавно была история, я встречался с клиентом, хотя нужно было продавать, но это была нестандартная встреча. Это было 10 человек в зале, в офисе. И было обсуждение мозговой штурм о том, как им использовать Ютуб и маркетинг для увеличения продаж. Сидело 5 человек продажников, 5 человек маркетологов. Я оказался на стороне маркетологов. И было такое рубиво, когда продажник говорили, это нам вообще нифига не нужно, а маркетологи говорили, да как же так, это обязательно, это пригодится, вот этот инструмент. Но в данном бизнесе, грузоперевозки, юристическая компания, у них нет понятия входящего потока вообще. Они работают с крупными компаниями, и они сами навязывают себя холодным обзвоном, личными встречами, выходом на ЛПР. И первые контакты, с кем они работают, и получают там телефоны, их догонять и согревать в социальных сетях любыми способами бесполезно. И то есть мы в конце встречи пришли к пониманию, что им Ютуб для увеличения продаж вообще не нужен. Это было впервые. Для меня был такой шок. Я понял, что я ничем им не могу помочь. Но есть у нас задача в компаниях, не только продажи, у нас есть другие задачи. Они Ютуб-канал использовали для того, чтобы найти сотрудников. Им нужны водители. Текучка довольно большая, нужен большой входот в входящее обращение, связанное с водителями, чтобы можно было выбрать. И они Ютуб-канал стали делать, рассказывая там, оставляя отзывы, водители оставляют отзывы о том, как они работают в этой компании, показывают автопарк, показывают офис. Ну и возникает ощущение, что в эту компанию прийти как дальнобойщику очень выгодно, она престижная, то есть уверенность какая-то возникает. И ролики были немножко провокационного характера. И дальнобойщики, это такая каста в Ютубе, отдельная аудитория, и начались в комментариях такое там Рубилова. Это один ролик попал в тренды, после этого очень много роликов попадало в рекомендации. Поэтому они смогли решить свою задачу после выкладывания 20 роликов за полгода, полностью обеспечив себе входящим потоком будущих водителей. И потом, если им понадобится, они Ютуб будут использовать только для этой темы. И где Ютуб точно не нужен? Если это узкая география, скажем, автошкола или какой-то фитнес, фитнес, который не сеть, а вот в одном месте, мы тоже пытались подумать, как мы можем использовать Ютуб для них, но вкладывание денег в такие бизнесы не окупаются, то есть очень маленький эффект. И важный момент, это быстрое принятие решения. Ютуб в большей степени для тех бизнесов, где решение принимается со временем и больше связан с прогревом. И здесь перечислено то, для чего можно использовать Ютуб и видео. То есть у нас не только продажи, но также, если мы размещаем видео в социальной сети или на сайте, это может увеличить конверсию, это тоже показатель, который нам нужен. А также видео очень часто упускает, это помощь в продажах. Конверсия из тех, кто обратился, например, с контекстной рекламы, чтобы он согласился и все-таки купил услугу, продукт, который мы предлагаем. На самом деле, Ютуб в 90% случаев и видео всегда можно найти применение и способы. Вопрос эффективно, насколько это будет. И это такие топовые вещи, где точно он нужен. Это там, где мы продаем любую информацию, это онлайн-школы, там, где вы в чем-то эксперты и разбираетесь, если есть экспертность, вы можете также о ней рассказывать, решая какие-то частные проблемы, предлагать комплексные решения уже за денежку. Это продажа магазинов, там, где можно делать обзоры товаров, сложные продукты, в которых тяжело сходу объяснить, что вы делаете, как вы делаете, в чем ценность. И тоже это можно упаковывать в видеоролики, это важно. И визуальные продукты, если вам есть что показывать, это тоже тема Ютуба. Стратегия номер один. Восемь стратегий я буду рассказывать, они выстроены в таком порядке, что начинаем с самой такой простой и быстро реализуемой. И переходим уже к более сложной, более долгосрочной, в которую нужно вкладывать силы, деньги, внимание и так далее. Первая стратегия, схема. Пишем текст, сценарий, записываем ролик, хоть на мобильный себе снимаем или там видеооператора нанимаем, в котором предлагаем продукт, объясняем, почему это нужно клиенту. Настраиваем видеорекламу, обычно это Ютуб, видеореклама в Google Ads и реклама в социальных сетях. Ведем трафик на сайт, конвертируем. То есть это шаговка, видео, реклама, конверсия. И могут быть видеоролики, прямой продающий ролик, короткий. Это может быть продающий обзор, когда мы обозреваем товар в конце, мы его предлагаем. И это может быть полезный ролик, где мы рассказываем какую-то пользу и обязательно рекламные вставки добавляем, что мы предлагаем комплексно решить эту проблему. Кейс Ольги Малахова «Фейс фитнес». Суть его в том, что создан видеоролик на 10 минут. Она себя сама снимает. Она рассказывает о пяти способах, как можно делать зарядку для лица, чтобы всегда быть красивой. И в конце просто упоминает, что у нее есть мастер-классы. Она даже не делает четкий призыв. На этом видеоролике рекламный бюджет 11 тысяч. Сейчас на этом ролике уже 381 тысяч просмотров, потому что он стал локомотивом. При выкладывании 11 тысяч у нас была цена-переход 26 рублей, 12 заявок, 9 продаж. У нее средний чек – это 8 тысяч, примерно рентабельность 4 тысяч. То есть в три раза больше она получила, чем было вложено в рекламный бюджет. Ну, естественно, ролик надо снять, естественно, его надо смонтировать, но это было сделано очень бюджетно. Вы сможете просмотреть подробнее. Продажи товаров. Обзор беговых дорожек. Есть линейка от самых маленьких до больших, для совершенно разных задач. И нужно помочь клиенту понять, какую же дорожку купить. Здесь рассматривается один бренд. И рассказывается рекомендации, как ее куда убирать, складывать, какие они есть, чем они отличаются, какие преимущества, недостатки. И также настраивается реклама. Цена перехода 25 рублей. Цена показа баннера в YouTube, когда показывается картинка, 3 копейки. Цена просмотра 46 рублей. И мы можем делать обзоры на различные товары. И мы все-таки считаем, что есть смысл делать на достаточно дешевое. То есть тяжело будет продавать сложные товары. То есть до 20 тысяч рублей. Еще пример. Это Астекло. Еще к нему тоже вернемся. Это продажа изделий стекла для дизайнеров и архитекторов. Суть в том, что создан рекламный ролик. Я сделаю остановку. Покажу вам сразу несколько роликов. На время, чуть попозже. Там это тоже ролик будет. Рекламный ролик. Настраивается видеореклама. Создается лендинг-конвертирующий на узкую аудиторию. Он акцентирован только дизайнеры, архитекторы и с их болями и проблемами. И тоже цена перехода 20 рублей. Но мы делали рекламу в Ютубе и в Фейсбуке с Инстаграмом. В Фейсбуке с Инстаграмом у нас это работало лучше. И у нас заявка была с лидогенерацией внутри Фейсбука, когда окошечка с регистрацией. 191 рубль и 533, если мы гнали на лендинг. Но самое удивительное, что лидогенерация в Фейсбук была очень... Там было очень мало настоящих клиентов. То есть где-то 8 из 10 только реально хотели изделие стекла. Не целевая аудитория была. Поэтому мы потом переключили сигналы только на трафик на лендинг за 500 рублей. И здесь я обобщил то, что мы делаем для реализации данной стратегии. То есть первая, самая простая, легкий вход попробовать сделать. Стратегия номер 2. Нам нужно... Мы можем упаковать один раз, снять один ролик или серию, для того, чтобы упаковать нашу компанию. Или наши продукты. Или серию продуктов. Рассказав в видеороликах о преимуществах. Что это за продукт? Для кого он? Какие у него преимущества? Почему стоит покупать именно у нас? И почему именно сейчас? Это основные таких 5 пунктов. Также можно упаковывать через боль решения. Видеоролик, когда мы сразу называем. Вот такая вот проблема. Мы можем решить ее с помощью данного продукта. Его визуально показать. И также можем через видеоупаковку закрывать возражения. Я рассказываю о примерах. Это наши кейсы. Плюс те компании, которые мы консультировали. Вот одна из компаний занимается внедрением CRM. Диджитал. Такое агентство получается. И вообще у таких компаний частая проблема. Когда ты заходишь на их сайт. Там красивые картинки, блоки, текст. Все прекрасно. Но ты не понимаешь, что за люди стоят за всем этим. Потому что можно заплатить денежку к трудому дизайнеру. Он все это слепит. А там какой-то непонятный чубрик. Или там нанятые фрилансеры. То есть никакого не вызывает доверия. И здесь сразу же рекомендация. Как минимум надо, чтобы основатель, как отвечающий за всех, снять видеоролик себя. Рассказав, что они делают. Как они делают. Кто у них в команде. Как они все это реализуют. И самое крутое решение для таких компаний. У них есть внедрение CRM для конкретных ниш и бизнеса. То есть прям 8 ниш. Индивидуальные решения. У них есть реальные кейсы. Эти кейсы можно упаковать так, чтобы они максимально вызывали доверие. С помощью видеороликов. Для этого приезжаем к клиенту. Берем с ним интервью, когда уже результат получили. Клиент рассказывает через интервью, задавая ему вопросы. Как с нами работалось, что получили, что мы вместе с вами сделали, что вам понравилось. Это часть этого видео. Это отзыв. Но это видео мы даем не как отзыв. Все хорошо, все супер, отлично. Мы его даем как кейс. То есть человек может не купить продукт, но он начнет доверять, использовать данные инструменты, данные ходы у себя вначале. То есть у нас получается такой кейс-отзыв. Мы показываем, что мы делали. И еще внедряем туда реального человека из компании. Плюс показываем, как настроен кабинет, насколько увеличилась эффективность и показываем цифры. Делаем таких 8 роликов для 8 ниш и делаем интерактив на сайте. Выберите свою нишу и вы получите или за контакт, или прям сразу видеоролик, плюс чек-лист о том, как мы это сделали для компании с данной ниши. Стоматологическая клиника. Здесь это очень интересно, потому что когда у человека заболел зуб, он точно не будет смотреть видеоролик. Его не нужно согревать. Он просто набирает в поиске стоматологическую клинику и как бы, ну, зачем там YouTube. И мы, я вот общался с как раз владельцем стоматологической клиники в Ярославле и реально думали, как можно применять видео, для чего. И когда мы копали, мы пришли к чему? Что у них есть сложные услуги. Они зарабатывают не на первом касании, когда зуб вылечили, они зарабатывают на том, что человек возвращается. То есть нужно о себе напоминать. И у них есть сложные услуги. Это протезирование, имплантация. И мы докопались до очень большой боли, которую можно решить с помощью видео. Скажем, к ним обращается потенциальный клиент и говорит, вот у меня с зубами проблем, мне нужно протезирование, как бы, что мне делать. Его приглашают на первую встречу, чтобы он в клинику приехал. Эта услуга очень дорогая. Когда он приезжает, с ним начинает общаться и начинает объяснять каждый раз одно и то же. Как это все происходит, в сколько этапов, что от него требуется, какие там есть нюансы, почему это вообще так дорого стоит. Там нюансов настолько много, когда он мне рассказывал, у меня мозг вскипел. А клиент это должен понять. Ему нужно это продать, объяснить. И каждый раз одно и то же. Чтобы сэкономить время врачей, и они больше могли бы работать для того, чтобы, если врачи что-то им важно не доскажут, и человек уйдет к другим, а если он скинет видеоролик дополнительно, там точно будет вся необходимая информация, которую нужно передать. И упаковать вот такие вот видеоролики, объясняющие, причем популярные, понятные, без сложных терминов вещи. Это вот то, что им нужно в первую очередь сделать. И плюс по этим услугам, так как решение принимается далеко не сразу. Это короткие 6-15 секундные ролики для разных форматов в социальных сетях. Как ретаргетинг для тех, кто посещал определенную услугу, страницу сайта. Стратегия номер три. Я заостряю внимание на первых стратегиях. Они такие более важные, которые делаются один раз и уже могут дальше работать. Видеоворонка. Суть то, что Азот рассказывал, но с применением видео. Это YouTube, Facebook, Instagram, MyTarget. Мы создаем некие рекламные ролики, крутим их, ведем трафик на сайт и делаем воронок несколько в качестве эксперимента. Один мы продаем напрямую, ведем на продающую страницу, а другие ролики мы делаем на какие-то как раз вид магниты. Примеры я сейчас позже приведу. Далее у нас еще есть момент такой, что человек оставил заявку, он перешел на страницу «Спасибо». И в этот момент он максимально заинтересованный. На странице «Спасибо» мы, во-первых, его в отдельный пиксель ставим аудиторию, можем догонять другими роликами. А во-вторых, мы на странице «Спасибо» добавляем видеоролик и говорим, посмотрите, вы узнаете то-то, то-то. В этом видеоролике, что мы можем делать? Мы можем допродавать, мы можем рассказать, какие будут следующие шаги по работе с данным продуктом, чтобы меньше вопросов и меньше времени тратил менеджерное объяснение. Или рассказать немножко о компании, о том, что делают, или в каких-то кейсах, чтобы возникло больше доверия. Это увеличивает конверсию в покупку в дальнейшем и немножечко экономит время менеджера. И внедрить это мгновенно можно, там качество видео не так важно, можно это заснять, это нужно внедрять. И включаем рассылку, согревающую с использованием тоже видеороликов. И немножечко, если перевернуть данную схему, с точки зрения набора видеороликов, какие мы делаем. И суть в том, что вот мы это создаем, несколько воронок. Мы настраиваем видеорекламу, тестируем и смотрим, какие аудитории дают нам меньше переход на сайт или меньше стоимость заявки. И все. Дальше нам нужно только включить кнопочку или выключить кнопочку. И в принципе, конечно же, это нужно дорабатывать, но в теории это уже будет работать. То есть это делается один раз. И рекламные видеоролики это 15-60 секунд, видеопрезентация примерно полторы-две минуты. Причем у всех роликов разная задача. У рекламных роликов задача переход на сайт, у видеопрезентации задача, чтобы человек оставил заявку, ему надо показать, что жми внизу, заполняй форму. Это вот так делается, тогда ты получишь что-то, то-то. Также видеоролик для продажи, который размещается на странице спасибо, видеоролики для рассылки. И, естественно, та аудитория, опять вспоминая Азота, 95% кто заходит на страницу, при этом 5% что-то покупает, 95% пропадает, мы на них начинаем показывать короткие видеоролики специально для возврата или продолжения каких-то более дешевых решений. И на этом этапе покажу несколько роликов. Сейчас это продажи натуральной косметики. Мы сейчас для них как раз лепим воронку. Это примеры видеороликов коротких для социальных сетей. Они разные длины. Ну вот, например, формат 41 секунды для преролла рекламы в YouTube. Дорогие женщины, если вокруг вас постоянная суета, работа загнала вас в угол, одни превратились в рутину, я хочу поделиться с вами своими личными 10 правилами, которыми я пользуюсь в жизни. Они помогут вытащить вас из ямы, сохранить внутреннюю гармонию и здоровье. Режим дня, особенности питания, привычки использования косметики проверены на собственном опыте. Переходите по ссылке и читайте мою статью. Всегда ваша Анна Рудакова. Суть в том, что это не очень дорогой совершенно продакшн и можно всю серию роликов снять за один день в студии, смонтировав другим материалом существующим. Еще пример. Ролики, если делать, то делать под разный формат. Примитесь к здоровому образу жизни. Но не хватает мотивации? Участвуйте в GreenMade-забеге, а в подарок получите годовую скидку на нашу косметику и консультацию косметолога. Узнайте больше. Попадите в команду единомышленников. Уже короче ролик для Инстаграма внизу, чтобы человек смахивал и мог перейти. Понимали они действия. И показываю рекламный ролик для А-стекла по изделиям из стекла и зеркала. Это вообще смонтировано из материалов, взятых за... Ну, не в России. Иностранных материалов. Вы дизайнер или архитектор? И ваши исполнители не укладываются в сроки? Компания А-стекло поможет вам реализовать проекты любой сложности из стекла и зеркала точно по вашим чертежам и вовремя. Гарантия сроков до 7 дней. Два собственных производства в Мытищах и Медведково. 14 лет опыта и более 3000 клиентов. Профессиональная консультация на этапе разработки проекта. Выезд замерщика и монтаж ночью и в выходные. Один год гарантии в договоре. Закажите расчет стоимости по вашему чертежу прямо сейчас. Ответим в течение часа. А-стекло решение для дизайнеров и архитекторов номер один. И показываю еще... Сейчас будет показывать трейлер YouTube канала, цель которого подписчики. Это для следующих стратегий. Уже вперед показываю. Стоимость подписчика с такого ролика 9 рублей. Это мы делаем влог для обустройства гаражей компании. Друзья, обязательно подпишитесь на канал ГаражТек. Первый в мире влог о создании вашего идеального гаража. Для владельцев загородных домов настоящих и будущих. Вы узнаете, как правильно хранить вещи, как освободить и организовать пространство, какие бывают аксессуары и виды отделки, как сделать ваш дом безопаснее и комфортнее. Вы увидите реальные гаражи известных людей. Поговорим с владельцами, расскажем об ошибках при проектировании и ремонте. Покажем, как происходит процесс обустройства. Ваш гараж станет не только местом хранения автомобиля, но и эргономичным помещением, где у каждой вещи будет свое место и в нем приятно будет находиться. Как обустроить гараж так, чтобы он был удобным. С вами Денис Бутенко и наш канал о том, как сделать гараж идеальным на 100%. И сейчас последний ролик. Там уже цена подписчика 35 рублей, хуже. Но я его показываю, потому что дальше кейс будет связан с этим. Любите свободу и яркие эмоции? Подписывайтесь на канал Дома на колесах о жизни и путешествиях на автодомах. Привет, друзья! Меня зовут Александр. Вы узнаете о том, как выбрать и купить автодом. Получите советы по подготовке к поездке и об особенностях эксплуатации. Порекомендуем самые популярные маршруты караванеров с обзорами кемпингов и любимых местных достопримечательностей. Вы поедете подготовленными, зная все нюансы и особенности жизни на колесах. Вы увидите реальных путешественников и блогеров, которые откроют вам истории и секреты получения ярких эмоций на дороге. Канал Дома на колесах. Подписывайся, звони в колокол и жми педаль газа в пол. Прямо сейчас. Поехали! Вопрос. Поднимите руки, кому это интересно стало в принципе этих тем. Мало. Не целевая аудитория. Окей. Так, возвращаемся. Так, натуральная косметика. Суть в том, что продвижение этой компании изначально, бренда, было основано на личном бренде основательницы. Она вообще специалист по кошкам. И стала в какой-то момент для своей семьи, для себя интересоваться натуральной косметикой. Сделала такой небольшой магазин, где продают натуральную косметику. И потом стала, познакомилась с учеными городка Сибирского и стала пытаться варить какие-то свои там, по своим формулам. И одно что-то сделала, второе, именно для своей семьи, в большей степени для себя это ей нравилось. А потом это все стало преобразовывать в линейку продукции. Мы смотрели конкурентов для их продвижения. И поняли, что конкуренты, даже большие, натуры Сибирского бренда, они не развиваются через личный бренд. То есть нет ассоциации бренда и человека. У нее очень интересная история, так как уже пошло, что все продвигается через нее, нужно этот бренд максимально внедрять. А внедрять, это значит, нужно ее показывать, и чтобы она везде ее было лицо. А это что? Это видеоролики. Поэтому, когда я показывал вам варианты видеороликов, там она присутствует. Мы сняли за один день для нескольких цепочек воронок такие видеоролики и ввели, и придумали для них, какие у них могут быть литмагниты. Наверное, это самое важное. Тут, конечно, ничего не видно. Это вырезка из большой воронки, там много чего, но здесь конкретно связано с литмагнитами. Самое важное в натуральной косметике, когда заставить человека, потенциального клиента, чтобы он сделал первый заказ. То есть, он должен попробовать, а если это качественная, крутая косметика, она хорошая, он начинает дальше покупать. Вот это первое касание, нужно его убедить. Для этого нужно, чтобы вовлекать его в взаимодействие с брендом до того, как он это сделал, и его прогревать. Для этого нужны все эти цепочки разные способы. И тем более, и ассоциации все время с личным брендом. И первое, это продать пробники по себестоимости, чтобы мог человек первый раз обращаясь в компанию, все попробовать по чуть-чуть. И это отдельный лендинг, и мы закрываем человека именно на этот подбор пробников. Второе, это у них очень большая экспертность, у GreenMade. И они реально могут подсказать, какая косметика, какие есть особенности по ее применению для разных типов кожи и для разных возрастов. И одно из решений сделать такой квиз-тест, когда человек, заходя на страницу, выбирает свой тип кожи, свой возраст, и ему индивидуально под него показывается один из девяти видеороликов, где рассказываются советы, рекомендации, а в конце дается набор GreenMade косметики, который подходит именно для них. И следующее, еще один лид-магнит, это у них есть такая тема, они сделали ее один раз и как-то на нее обращали внимание, ну, как бы не выделяли ее в инструментах, а это очень был интересный момент. У них был такой GreenMade марафон или GreenMade забег. Это когда такой клуб женщин, которые хотят вести здоровый образ жизни, они объединяются, их задача в Инстаграме каждую неделю по два раза выкладывать отчеты, как они занимаются спортом, не пить, не курить, и плюс еще в нескольких городах они устраивают в оффлайне занятия спортом на улице. И за то, что ты участвуешь в GreenMade забеге, ты получаешь скидки на целый год от GreenMade. Причем там сразу можно подписаться, чтобы тебе косметика раз в месяц набор для тебя приезжал, что тоже очень выгодно, и там женщины все с удовольствием к этому проекту присоединяются. Давайте дальше, как несколько примеров было. Здесь мысль одна, что мы можем показать видеорекламу, перевести на сайт, но в холодную продавать очень сложно, поэтому есть смысл, ну это протестировать, если это плохо заходит, тогда попробовать создать не сразу продающий рекламный ролик в холодную сразу, а создать полезный ролик на 3 где-то минуты, вначале сразу обозначить ту боль, которая может быть у потенциального клиента, и сразу объяснять и рассказывать, как он ее может решить, не продавая товар, это просто полезный ролик. Задача этого ролика, чтобы собрать аудиторию, которая посмотрит его 10 секунд, когда мы мотаем в социальную сеть, если мы останавливаемся на каком-то посте, это происходит очень быстро, если 10 секунд посмотреть, значит, каким-то образом это потенциально заинтересовало человека. И мы собираем максимально теплую аудиторию, те, кто посмотрели 10 секунд, и дальше уже рекламу показываем им. Просто смысл этого слайда дальше, если будете смотреть презентацию, то есть смысл только в этом. Стратегия 4. Прямые трансляции. Самое важное, что у него, и это вообще отдельная специфика, я тут недавно провел первый вебинар, это было очень сложно, это даже оказалось выступать на конференциях или записывать ролики для YouTube-канала, и вебинары это вообще кардинально разные вещи. И я хочу рассказать об одном кейсе, 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 это наблюдение за одной компанией, скиллбок, знаете, да? Вы знаете, сколько сейчас видеороликов в интернете с вебинаров от них? Я просто наблюдал, с нулями, жутко понравилось, они захватили все возможные запросы, по которым продвигаемся и мы, связанные с маркетингом, интернет-продвижением, лидогенерацией, видеомаркетингом, они в топе находятся. И они что делали? Если я не ошибаюсь, это месяц, 30 дней подряд, каждый день проводился вебинар в прямом эфире. Как мы знаем, что в социальных сетях прямые эфиры, они в приоритизации. Во-первых, для показа подписчикам, во-вторых, если его оптимизировать под ключевые запросы, то по этим ключевым словам также они поднимаются в топ и могут находить эти вебинары. Сейчас единственное, что просто сделать прямую трансляцию уже недостаточно, нужно немножечко пнуть, то есть дать на нее просмотр какую-то активность изначальную, если у вас недостаточно подписчиков. И вот они провели в подряд эти 30 вебинаров. Потом я стал замечать, что они выкладывают какой-то вебинар, такое интригующее название, ты на него нажимаешь и видишь, опа-на, это я уже видел. А почему другое название? Что они стали делать? С помощью специальной программы они стали дублировать и повторно до том же канале, делать прямую трансляцию, записанных вебинаров. И, наверное, они сделали это ну раза три уже точно. То есть они 30, там еще 30, еще 30. Естественно, разбавляя новыми вебинарами, но самое интересное, даже выкладывая то же самое, практически то же самое видео через прямой эфир, оно занимало по новым причинным запросам все равно топовые позиции. Из-за того, что это была активность и YouTube сейчас, особенно в таких тематиках, любит ролики по часу или больше, то есть большие по времени, но это мы замечаем по позициям, кто находится в топе, они за счет своих вебинаров у них набрать подписчики, на них есть смысл подписаться, потому что у них как бы сборка ценной информации совершенно на разные темы как раз вот для специалистов. И это как пример, как они можно прокачаться через прямые эфиры. И возьмем какой-нибудь пример полезные тортики, там, ну, общался тоже с девушкой, она делает полезные тортики, чтобы было мало калорий и было вкусно. И как бы вы хотите научиться, давайте я с вами в прямом эфире, мы с вами пообщаемся, покажу, как я что делаю, вы отвечу на ваши вопросы. Естественно, личное доверие, она все это лично делает, а потом она говорит, ребят, у меня есть мастер-класс, у меня есть там набор роликов, где вы научитесь делать 10 разных таких. И за счет вебинара, прямой трансляции, за счет этого доверия, она увеличивает конверсию дальше в продажу. Вывод видеороликов в топ. В чем оно заключается? Что у нас есть ключевые фразы, которые мы можем определить, мы можем видеоролики сделать именно под эти ключевые фразы, а не наоборот создали ролики, потом думаем, как бы нам их оптимизировать в ютубе. Потом продвигаем в топ по определенным правилам и конвертируем дальше на сайт. И есть такие компании, ниши, где в принципе нет смысла набирать подписчиков, а есть смысл идти именно по этой стратегии. Почему? Скажем, набираем мы в интернете как избавиться от долгов или как сделать, чтобы ребенок не кричал, я не знаю, как застраховать жилище. И когда человек ищет ролики в ютубе, вот он нажал ролик, мы подробно ему рассказали всю информацию, все, что только можно, он такой, да, я понял, что делать, и свалил. Ну то есть, а нам же что нужно? Нам нужно, чтобы он не свалил, а чтобы он перешел на сайт и как бы у нас что-то купил. И в этом случае нам не нужны подписчики, потому что, когда они решат свою проблему, им нет смысла подписываться. Зачем им отвечать на другие вопросы, если у них именно этот вопрос? Вот в таких нишах надо внутри каждого ролика, причем упоминать или в начале, или делать специальные всплывашки, на эту тему кучу видеороликов на нашем ютуб-канале, отдельная тема. То есть делать максимально, чтобы ролик сразу, отвечающий на вопрос, сразу конвертил на сайт, где комплексное какое-то есть решение. Обязательно об этом упоминать. И еще интересная тема, если в нише, которую вы продвигаете, компании, есть какие-то специфические запросы, вот мы общались с рыболовными приманками с прошлой конференции, у них есть такие слова, я просто посмотрел бы на сайте, воблеры, ратлины, удилища, сторожки, аттрактант, вибы, и стопудово те люди, которые водят вот эти вот, их не очень много, их водят в том числе и в ютубе, и они точно рыбаки, наша целевая аудитория. И я стал смотреть эти запросы, и по многим реально был трафик на ютубе, потому что рыболовная тема, она очень популярная, и совершенно маленькая конкуренция, никто туда не лезет. И если есть такие специфические запросы, вот по ним продвигаться в топ стопудово надо и срочно. Опять приглашаем на наш ютуб-канал, на виду, потому что там интервью с этим парнем, который рассказывает, как что он делал, суть в том, что он создал, этот директолог, он контекстную рекламу настраивает, у него уже команда, там 5 человек, он создал курс на 5 часов, на 5 часов, в ютубе стал его продвигать, там где-то у него 60 тысяч просмотров было, вывел этот курс в топ, и достаточно много в ютубе ищут, реально как настроить контекстную рекламу, сделал такое привлекательное название, как сделать продажи, а не клики, и к нему заходит курс, изучают его, он пошагово раскрыл все секреты, ну то есть, как все секреты, там все секреты не раскроешь, но он пошагово, реально, если все делать, ты можешь очень хорошо настроить контекст, и как это у него работает, то есть человек настроил контекст, потом он через 2-3 месяца, или год вырос, и он понимает, блин, может быть я контекст отдам, а кто его будет делать, да парень этот, он же лучше всех разбирается, он реально, доверие возникает, я сам через курс прошел, а также у него спрашивают, а есть знакомый директолог, он такой, а ну да, я там парня смотрел, он реально вроде рубит, вот посмотри на него, он даже может быть и посмотрел, там полчаса этого видео, от 5 часов, и у него основные продажи идут из ютуба, подсылаю на интервью с ним, возвращаемся ко стеклу, у них не только изделие стекла, они обрабатывают стекло, это услуги, как раз у них есть сатина, пескоструйная обработка, обработка стекла, тоже непонятные названия, но это точно, вот как пример, и наша задача была создать ролики, за один день было снято в очень простой форме интервью, с дополнительными перебивками, под эти ключевые запросы, 20 роликов вывели в топ, их смотреть в месяц, бесплатно, по ключевым запросам, этим целевым, 6 тысяч примерно просмотров, то есть они как бы заняли свою нишу в ютубе, и приглашаю как раз на наш канал, потому что мы также продвигаемся, 3000 просмотров из поиска, только из поиска YouTube, Google, Яндекс, где-то 50 подписок на мини-курс, тоже отдельная тема интересная, и самое интересное, что с YouTube клиент может окупить год, у нас так произошло, год работы с YouTube, и это происходит особенно, когда есть регулярные услуги из месяца в месяц, когда есть сложные услуги, когда есть те услуги, которые вы можете дополнительно продать, ну то есть у нас горизонтально, мы можем настроить видеорекламу, мы можем снять видеоролик, мы можем и другие дополнительные услуги, и теперь стратегия подписчики, вот она реально не всем нужна, но самое главное задуматься, если мы идем по этой стратегии, она во-первых очень долгосрочная, очень большие нужные вложения денег, и я сразу покажу следующий слайд, это темы, самые популярные в YouTube по медиаскопу, и здесь обратить внимание стоит на самую первую, вот здесь вот сделай сам, то есть как сделать что-то, и темы путешествия и отдых, автодома сразу вспоминаем, образование наука, спорт, игры, кулинария, кулинария и полезные тортики, то есть эти ниши в YouTube, у них они популярны, и подписчиков есть смысл набирать точно. Суть с подписчиками, что мы не продаем сразу с ролика, мы говорим, ребят, вы подписывайтесь, мы делимся регулярно информацией, полезной или развлекательной, и потихонечку согревать, и уже продавать той аудитории, базе, которую мы будем накапливать. Но повторяю, что для бизнеса это совершенно не всегда нужно. Но то, что я показывал, как пример, яхты на колесах и гараж-тек, это как пример, где это работает. И как раз вот это яхты на колесах. 12,5 подписчиков за 9 месяцев, из всего трафика за весь год, 70% это органика, то есть это бесплатные просмотры, из поиска с рекомендованных видео. Что тут еще важно? И важно переходы, то есть кроме того, что набирается сейчас база подписчиков, в основном это жанр обзора автодомов, хотя мы пытаемся экспериментировать и пробовать разные жанры видеороликов, форматы, но реально людям обычно нужно именно обзоры. На них больше удержания, больше просмотров. И переходов на сайт в месяц 3,5 тысячи в среднем с роликов. Мы решаем задачу трафика, в том числе уже согретого в какой-то степени. И здесь инструмент, как мы это делали, будет чек-лист, опять же можно будет посмотреть, так как времени мало остается. И самое важное, когда мы работаем по стратегии базы подписчиков, нужно задумываться о контенте, в контенте пробовать форматы. Сделали формат, запустили, посмотрели выхлоп. Не сработал, раз пробуем другой формат. Но сейчас у нас основной обзор, хотя мы экспериментируем. И очень важным становится, особенно важным, это какие названия, под какие темы и какие картинки. И мы для себя определили по опыту работы с этим каналом, что заходит лучше. И в принципе это можно использовать для разных ниш. Как сделать своими руками автодом, как-нибудь там газелька, на основе газельки за миллион, как сделать себе автодом, скажем. Вот это самые популярные ролики, но так как они продают дорогие дома, это нерелевантно, к сожалению, их каналу. Хотя это очень пользуется популярностью. Если мы называем ролик недорогой, бюджетный автодом, то есть что-то низкое в классе, эти ролики тоже более популярны. Все ролики под названием «Самый лучший автодом», «Суперкрасивый автодом», это тоже то, что всегда выше находится. Необычный автодом, например, «Автодом» с Порше под брюхом. Ноже такое название, очень сильно выстрелило. Такой есть автодом, на выставке просто. Под массовую аудиторию, например, мы делали ролик для зимней рыбалки, автодом специализирующийся, типа, тоже рыболовы, их очень много на Ютубе, тоже сразу ролик очень сильно выстрелил в рекомендации. Ускоряюсь, если что, почитайте. Напоминаю, ссылка 1423.ру. И интересный момент. Мы вот рассматривали разные ниши, а вот в Ютубе тематике вообще Ютуб и видео можно как-то применять? И мы консультировали и разрабатывали идеи и стратегии для такой компании, которая помогает организовать технологически и обеспечить всей техникой фирмы животноводческие. Причем, когда они пытались объяснить, что они делают, я зашел на сайт и ничего не понял. И после этого уже я вижу, что на сайте, во-первых, нужно упаковку поменять, и если они добавят видеоролик на 100 секунд, как упаковка, и если они сделают видеообзоры самых продаваемых своих товаров, локомотивов, на чем они зарабатывают больше, один раз. Стратегия видеоупаковка, она подходит именно для них. Это один из вариантов. А потом мы стали думать глубже. А вообще есть им смысл вкладываться, делать какой-то YouTube-канал, о чем он может быть, и мы задумались, какая у них целевая аудитория. Это молодые ребята, которые хотят организовать свой бизнес, производство, или животноводческое, там у них немножко разные такие определения есть. А так как сейчас у нас за границей эти санкции, санкции, производство поддерживается более активно, и таких становится реально все больше и больше. И можно сделать канал от их бренда, причем они могут с партнерами объединиться, с разными производителями, о том, как фермеру организовать свое хозяйство, как правильно подобрать, какое должно быть помещение, какая должна быть техника, как ухаживать за животными, как предотвращать болезни, плюсы-минусы советы подводной камни. Причем это только контент, что если ты фермер, ну ты стопудово подпишешься, чтобы узнать все эти тонкости. Не обязательно рассказывать им самим, а они в этом соображают. Можно приглашать экспертов и общаться с ними, ездить по другим фермам и спрашивать, как у них все это. Да, это полезная информация, но везде присутствует их бренд, и канал точно ассоциируется с брендом, который может решить проблему фермера, который организует свой бизнес. Насчет вопросов. У вас есть бумажки с чек-листами. Я сразу боялся, вы можете не успеть их заполнить, но суть заключается в том, что вы за перерыв 30-минутный, мы дальше еще раз с вами можем встретиться, вы можете взять какой-то пример ниш или кампания, для которой вы делаете рекламу, ведете СММ, и прописать шаги, которые вы бы сделали для того, чтобы внедрить YouTube и видео на основе того, что я сейчас рассказывал. Те идеи, которые у вас родились или были, и в принципе вас не так много, мы через полчаса после перерыва с вами еще раз здесь встречаемся, кто хочет. Я обещал, что вообще должен был посмотреть, что у вас, и выбрать какие-то две ниши, и их разобрать подробнее. Но мне кажется, это можно сделать в формате, что кто хочет, приходит, вы просто расскажете о своем, об этом бизнесе. Я посмотрю в интернете сайт, и мы с вами немножко по мозгуем, мозговой штурм устроим, о том, как это можно именно у вас применять, и что можно применять. Так, и стратегия похожей видео. Эта стратегия идет параллельно со стратегией базы подписчиков. Но суть ее в том, что мы так оптимизируем ролики в заголовке, в описании, подстраиваемся под конкурентов, там есть определенные алгоритмы, для того, чтобы эти ролики YouTube начал рекомендовать, например, конкурентам. То есть, кто-то смотрит конкурирующий ролик, ему подсовывается ваш видеоролик на эту тему. И, например, на яхтах трафик из рекомендованных 30 тысяч в месяц бесплатных просмотров. И на это нужно прокачивать. И здесь есть кейс, но я все-таки его пропущу, чтобы там все успеть. суть я смогу или не успею. Сейчас посмотрю. Нет, давайте вот один момент только расскажу. Есть определенный алгоритм того, как можно подстраиваться и получать похожие просмотры из похожих роликов. Мы в поиске YouTube вбиваем ключевое слово и у нас есть под этим окошком фильтры. Мы нажимаем на эти фильтры и мы можем что сделать? Мы можем поставить фильтр на этой неделе, в этот месяц или за этот год видеоролики. Мы берем, значит, например, за этот месяц нажимаем в правом фильтре, где упорядочить по релевантности или по числу просмотров. То есть мы отбираем те ролики по этому ключевому запросу, который находится в топе за последний месяц, который вот недавно совсем. И мы видим те ролики, которые выстрелили, то есть у которых 50-100-200 тысяч просмотров, в зависимости какая ниша, какой ключевой запрос. И мы смотрим эти ролики, заходим на них, смотрим, сколько просмотров, через сутки еще раз заходим и смотрим, что просмотры увеличились, скажем, на 2-3 тысячи. Значит, этот ролик сейчас активен, значит, он сейчас рекомендуется, значит, мы можем попасть в похожие к нему. И под такие ролики мы делаем такой быстрый анализ и создавая ролики дальше, в ближайшие 2 недели, 3, мы как раз его оптимизируем запросы и под данные ролики. И стратегия 8. Блогеры. Это не то, что самая сложная стратегия, она такая отдельная. И суть ее в том, самое главное, что мы можем без YouTube-канала своего, просто делав рекламу у блогеров, делать так, чтобы переходили на сайт и сразу покупали. То есть, не обязательно должен быть YouTube-канал. Ну, или, если нам нужны подписчики, очень часто, дешевле подписчики будут с рекламой у блогеров. Последний из наших кельсов, такой пирожок горячий, мы делали как раз для GreenMade, для натуральной косметики коллаборации с блогерами и всегда рекомендуем делать как минимум три стартовые. Почему? Потому что по одной коллаборации ничего не понятно. И у нас был один блогер бесплатно, мы нашли по Бартеру, второго блогера мы нашли за 30 тысяч 30 тысяч подписчиков и один блогер на который мы больше всего надеялись это 80 тысяч подписчиков и тоже 30 тысяч рублей интеграция. Первые два блогера так себе прошли, не очень, а на тот на которого мы надеялись он выстрелил. Каким образом? Первое, 30 тысяч было вложено рекламного бюджета, через два дня на 30 тысяч уже купили косметики. При том, что если они купили косметики, они могут остаться клиентами данного бренда. Это было через два дня. Еще один момент, что были переходы в день публикации, три перехода в минуту это информация от клиентов или в секунду даже, не помню, три в секунду и у них короче сайт вообще сервер просел и сайт какое-то время не работал. То есть такой бешеный трафик пошел, что сервер не справился. Еще возможно результаты могли бы быть больше. Блогер это точно широкая география. Если у вас вы работаете в городе или в одной области только если какие-то есть блогеры, которые в этой области популярны только в этом случае. А так это очень бессмысленное вливание денег часто. Массовая услуга, тот же английский язык, у нас подписчики были с внедрением, вы там посмотрите примеры, можете подкрывать, то есть 15 рублей подписчик. Любые онлайн сервисы, там где очень легко перейти и сразу ставить заявку в онлайне или это недорого стоит. Это тоже тема связанная с блогерами. Ну и продажа товаров, то есть если косметика, если какие-то через обзоры у блогеров, это очень хорошо может работать. Ну что я могу, я только могу сказать, внизу всякие полезные штучки, скачаете, перейдете, и по любым вопросам вообще не стесняйтесь, у меня клиент, я веду социальные сети, он в принципе заинтересовался YouTube, чем я могу ему помочь, чем можно внедрить. Можете позвонить, то есть там какие-то первичные рекомендации вообще без проблем дам. Все, давайте тогда до встречи через полчаса.